всем привет дорогие друзья мы находимся в самом сердце стамбула на улице истекляль сейчас я вам покажу самое старое метро в мире и мы с вами прогуляемся до площади султанахмед сходим в собор мечеть мечеть собор а я софия и конечно же сегодня такая солнечная погода классная хотя 7 градусов но очень солнечное тепло я вам покажу все самое интересное что я увижу до сегодня у меня есть 7 часов до 7 часов точнее до 7 часов у меня есть время я и поеду в аэропорт обратно параллельно с прогулкой по стамбула у меня есть пара встреч на которые должны успеть в общем покажу вам все самое интересное и классное потому что стамбул просто великолепен особенно в такую солнечную погоду а сейчас мы находимся в историческом месте как вы знаете в стамбуле есть тюнель второе метро в мире после лондона построенная в тысяча восемьсот семьдесят пятом году дистанция всего пятьсот семьдесят три метра и выглядит он вот таким вот образом этот это метро сейчас я на нем не поеду но поеду вечером когда буду возвращаться от султана ахмед от площади султан ахмед я на трамвае доеду до тюнеля в этом году тюнеле исполнилось сто сорок четыре года здесь весь вот он знаменитый красный трамвайчик и здесь есть фотографии стамбула от 1958 года да и метро это было построено в 1871 году можете посмотреть как выглядел этот трамвайчик в шестьдесят первом году и тюнель это конечная остановка красного трамвайчика знаменитого красного трамвайчика от площади такси трамвайчик доезжает до сюда я надеюсь сейчас мы его увидим потому что трамвайчика не было давно но сегодня воскресенье может быть трамвайчик не ходит и вот таких вот стилизованных будочках стилизованных под трамвай продают семиты но и пока мы ждем трамвайчик потому что его я все таки хочу дождаться потому что это историческое место покажу вам что здесь происходит вокруг вот такие вот стамбуле красивые старинные здания и здесь есть магазин книжек где можно также приобрести закладки для книжек с магнит нет не с магнитиками обычной закладки с ностальгическим трамваем и с картой с картой мармара денизи с картой мармарного моря стоит 4 лин и вот такие вот открытки очень красивые на самом деле открытки потрясающие очень плотные красивые открытки дядечка который продает 7 ты сказал что сейчас ведутся дорожные работы и травмой пока не ходит но на этом трамвайчике я прокачусь обратно именно нас караке и конечно же тогда мы увидим и я надеюсь сам трамвай поэтому пойдемте вместе с вами гулять дальше вот она красавица галатская башня но друзья я уже отсюда вижу что очередь на башню еще больше чем вчера потому что сегодня солнечно и люди стоят на самом деле в стамбуле очень много народу я вам всегда об этом говоря но меня это совершенно не утомляет потому что я не обращаю внимание на вот эту вот суету а только на какие-то детали которые интересны только мне и сейчас да я вижу что живая очередь очень большая поэтому мы с вами опять прямиком идем на площадь султан ахмед городская башня одна из самых старых башен в мире было построено 1204 году представляете и попав в эту башню на лифте вы поднимаетесь на самый верх там есть смотровая площадка но а здесь на этой старинной улочки есть вот такие вот маленькие магазинчики совершенно малепусинки и в этих магазинчиках можно подняться студию такие вот совершенно небольшие магазинчики и также кафе где можно просто сесть купить свежевыжатый сок и вот так вот насладиться видом на галатскую башню вот так вот выглядят дома на этой улочке и сегодня друзья я самый настоящий турист здесь я была очень много раз на этой улочке но например побывать в одним из этих домов мне не удавалось и могу вам показать здесь находится ресторан и вот так вот выглядит подъезд в одном из таких домов на втором этаже ресторан но здесь наверное находится я не знаю может быть и жилые квартиры тоже но мне кажется что скорее всего офисы и магазины вот такой вот старинный лифт вместе с вами я первый раз конечно же в таком доме здесь я думаю что находятся скорее всего какие-то офисные помещения но посмотрите какая атмосфера в этом доме просто невероятно и старый лифт старый лифт сейчас посмотрим как выглядит старый лифт а старый лифт выглядит вот таким вот образом посмотрите просто потрясающе атмосфера невероятно и наверх мы не пойдем с вами но хотя бы мы увидели как выглядит один из таких домов внутри и сейчас выходим обратно на улицу посмотрите какие двери потрясающие невероятно поэтому друзья когда вы приезжаете в турцию стамбул или в какой-то другой город не бойтесь заходить и просто смотреть даже если это ресторан кафе какой-то магазин если вас что-то интересует архитектура внутреннее убранство дома все что угодно заходите общайтесь с людьми я думаю что хозяева ресторанов и работник вам с удовольствием покажет и расскажет потому что мы так всегда делаем когда ездим особенно вместе с айхланом мы всегда заходим в разные дома отели старинные старинные магазины так далее и всегда спрашиваем историю того или иного дома потому что это просто невероятно интересно и вы тоже конечно же не бойтесь я думаю что вам с удовольствием расскажут и покажет ну и конечно же это придаст какую-то изюминку вашему путешествию это будет приключение которое вы не забудете никогда а еще здесь есть вот такая вот красивая лестница по ней мы вчера с вами спускались вниз но сейчас вы увидите насколько стамбул разный в разную погоду мы опять с вами на галатском мосту вчера мы ездили на пароль и поэтому видео смотрите в плейлисте ссылка в описании сегодня мы с вами прошлись под мостом здесь очень много кафе и ресторанах которых вы можете покушать все что угодно в принципе и вот с таких маленьких лодок продают балык и комик но конечно панорама открывается потрясающе сейчас мы идем с вами в сторону гранд базара а непосредственно махмуд к дверям махмуд паша одним из самых старых дверей очень много народу но и очень много разных интересных штук здесь продается например вот такие вот сокровища очень много на гранд базаре на улицах в которые ведут гранд базара можно найти вообще все что все что угодно теперь мы повернули на дорогу которая непосредственно ведет к воротам ну что дорогие друзья гранд базар сегодня закрыт представляете воскресенье оказывается он закрыт но так мне сказали продавцы дверь закрыта поэтому мы сейчас идем прямо в сторону а я софии и площади султан ахмед сейчас мы находимся с вами на одной из самых знаменитых и знаменательных площадей в стамбуле площадь султан ахмед здесь расположена много достопримечательностей собора я софия старые турецкие бани и конечно же мечеть султан ахмед сейчас мы отправимся в мечеть султан ахмед далее посетим я надеюсь хамам и отправимся в музей святой софии мечеть султан ахмед была построена в период с 1609 по 617 год и в народе ее называют также голубой мечети потому что использована керамика голубого синего и зеленого цветов история ее очень интересная история строительства поэтому обязательно читайте и когда будете в стамбуле обязательно сюда приходите ну а сейчас мы идем в айя софию собор святой софии этот хамам называется айя софия хамамы и построен он был здесь не написано в каком году но а в 1556 году и здесь вход для женщин давайте посмотрим если здесь хотя бы брошюрки чтобы мы увидели как этот хамам выглядит вот таким вот образом он выглядит снаружи внутри внутри как обычный традиционный хамам друзья мне удалось зайти внутрь и и хамам открыт с 8 до 8 утра до 10 вечера я думаю что это один из самых дорогих хамамов в турции потому что например 30 минут в хамаме стоит цены от 55 евро есть массаж 50 минут 60 евро но это конечно же того стоит в таком историческом здании очень красиво внутри прям традиционный турецкий хамам в общем если вы будете здесь на площади султан ахмед вот он этот вот он этот хамам за мной и находится недалеко от собора святой софии ну а сейчас мы с вами идем непосредственно в сам собор не знаю получится зайти внутрь если не будет большой очереди то обязательно зайдем этой прекрасной ноте водя в музей айя софия я с вами прощаюсь и музей айя софия вы увидите уже в новом видео ну и то как я поеду обратно домой в олань и поэтому подписывайтесь на канал смотрите видео из этой поездки в плейлисте в описании ну а мы встретимся с вами в новом видео всем всего хорошего пока